Привет, капитаны! В эфире СуперДжедай, и мы продолжаем наше общественное слушание на тему уникальных командиров. Ссылка на предыдущую часть лекции приведена в описании под роликом. Судя по отзывам, тема уникальных командиров вас заинтересовала, что очень приятно само по себе и дает надежду на нечто большее, что можно совершить, перейдя по ссылке на донатку в описании. А прежде чем мы перейдем к изучению следующего командира, отмечу очень важную вещь, о которой не упомянул в первой части видео. Персонализация уникальных командиров, то есть сигнальные ракеты и особый цвет трассеров – это забавные штуки для рандома, но в серьезных боях типа ранговых или клановых сражений они могут сыграть с вами злую шутку. Так, сигнальная ракета корабля, особенно эсминца, сразу же выдает ваше местоположение врагу, даже если вас нет на миникарте. Много раз наблюдал это в ранговых боях. Забавно, как вражеские эсминцы сами сигнализируют о своем расположении, что особенно критично при взятии точек. Однажды я сам так попался и было крайне неприятно. Особый цвет трассеров не так опасен, но все же в некоторых ситуациях тоже может навредить, так как соперники будут знать, что это стреляете именно вы, и им будет проще вас фокусить. Например, если вы на эсминце, шотный, стоите в дымах вместе с союзным крейсером и стреляете, то по цвету ваших трассеров можно будет выцелить именно вас и быстро добить. Много бывает различных ситуаций, все не опишешь, поэтому настоятельно рекомендую отключать всю эту красоту в рангах и клановых боях, чтобы не помогать вашим соперникам вас убивать. Вернемся к нашим уникальным командирам. В первой части мы отнесли двух командиров, Кузнецова и Эндрю, высшую категорию с особенно высокой эффективностью, так как особенности этих командиров действуют, во-первых, мощно, а во-вторых, системно. Третьим командиром, которого я отношу к этой группе, является немецкий командир Гюнтер Лютьенс. Но с одной оговоркой. Он имеет высокую эффективность, характерную для высшей категории командиров, только при командовании эсминцем. Во всех остальных случаях его эффективность ниже и не соответствует стандартам высшей категории. А все потому, что единственная реальная мощная и системная особенность Лютьенца – это талант «Образцовая разведка», который позволяет кораблю восстанавливать часть боеспособности. Халявная хилка. Для корабля 10 уровня такая хилка восстанавливает 3000 хп. Самое интересное, что этот талант может быть использован многократно. То есть за бой мы получаем иногда и две, а в редких случаях даже три хилки. Для активации таланта нам нужно получить три ленты «Обнаружен». Это проще всего сделать на авианосце и эсминце. Но только на авианосце это мне ни разу не пригодилось. Я даже не уверен, что талант дает эффект. То есть хилит тушку авика. Напишите в комментариях, кто знает точно. А вот для эсминца это просто мега полезная штука. Ведь по сути и так довольно сильные немецкие эсминцы, особенно за ИТК-52, 39 и Т-61 получают еще и несколько хилок. Я много играл с этим командиром на эсминцах и в рандоме, и в рангах. Талант срабатывает регулярно. Порой несколько раз за бой. А в рангах это вообще бесценно. То есть происходит значительное и системное усиление корабля. Поэтому я и отношу лютьинца к высшей категории уникальных кэпов. Но только при нахождении его на эсминцах. Для всех остальных типов кораблей лютьинц не так полезен. Однократное уменьшение перезарядки ПМК на 15% ближе к концу боя – это крохи реального урона. Просто посмотрите сколько урона вы наносите из ПМК после 101 попадания и возьмите от них 15%. Второй талант – железный удар. Звучит неплохо в теории, но на практике срабатывает только после 140 попаданий из ГК. То есть это явно не про линкуры и редко про эсминцы. Так как немецкие эсминцы больше про короткие скрытные атаки, чем про поливание фугасиками. На каких-то крейсерах, может быть, хотя немецкие крейсера не отличаются особо высокой скорострельностью. Да и бонус составляет всего 7,5%. Не разгонишься. Талант «Воздушное господство» по большей части также из серии талантов для галочки. Вроде выглядит неплохо для арионосцев, но на практике срабатывает он в лучшем случае после первой-трети боя. А за оставшееся время вы далеко не факт, что получите какой-то реальный бонус к урону своих самолетов за счет сокращения скорости их восстановления на 10%. Ведь цикл восстановления самолетов у немцев обычно составляет 70-80 секунд. Ну, получите вы сокращение на 7-8 секунд, которое даст вам один дополнительный самолет только через 10 циклов, то есть через 11-12 минут боя. А ведь треть боя уже прошла. Так что реальная польза от этого таланта – какие-нибудь полсамолета, то есть почти ни о чем. При удачном стечении обстоятельств вы получите одну дополнительную ракетку, бомбочку или торпедку. Ну, такое себе. Уникальные навыки лютьинца также не особо полезны применительно к немцам. На 15% более мощный навык профилактики – это рулетка, которую как-то оценить сложно. Мастер-наводчик – штука полезная. Вот только линкором в ПМК-сборке она не влазит. Улучшенное на 2,5% время форсажа самолетов – приятно, но по сути мелочь. В итоге у лютьинца вроде бы всего много, но реально ощутимую полезность дает только один талант и только при игре на эсминцах. Все остальное из серии мелочь, но приятно. Приобрести лютьинца можно только в Адмиралтействе за все те же 175 тысяч угля. Мое личное мнение – это слишком дорого и имеет смысл только если вы фонар немецких эсминцев и играете на них много. Ну или если у вас уже все есть, а уголь девать некуда. Таким образом, мы причислили к высшей категории полезности следующих уникальных командиров – Кузнецова, Эндрю и лютьинца с поправкой на эсминцы. На сегодняшний день в игре нет других командиров, достойных этой высшей категории, так как эффективность остальных либо относительно невысока, либо не обладает системностью. Тем не менее, другие командиры тоже полезны, но их мы относим ко второй категории. И в этой категории самым мощным командиром является Исороку Ямамото, так как он обладает очень сильными талантами. И лишь недостаток системности их активации не позволяет Ямамото занять место в высшей категории. Однако первый его талант «Скрытые резервы» активируется хоть и рандомно, но довольно регулярно, так как для него надо всего лишь получить достижение «Первая кровь». А эффект от этого таланта очень мощный и аналогичен таланту Кузнецова «Неприкосновенный запас». То есть мы получаем дополнительный комплект снаряжения, хилку и так далее. А это прямое и сильное влияние на живучесть корабля. Даже если бы у Ямамото больше не было других талантов, уже с этим одним я бы поставил его на первое место во второй группе. Так как дополнительная хилка, пусть и выдаваемая не каждый бой, важнее каких-нибудь 5% к скорости перезарядки торпед или 8% к дальности стрельбы ГК и подобных бонусов других капитанов. Кто хорошо умеет играть на Ямато, Усасе или Шикишими или Зао или других японских кораблях, тот знает, что такое целая дополнительная хилка. Да и для эсминцев дополнительные дымы или расходник на перезарядку торпед может быть очень полезным. Но чтобы ни у кого не возникало сомнений насчет прав Ямамото на первое место в нашей категории, у него есть еще просто бомбический второй талант, который является самым мощным в игре среди всех, обходя даже Кузнецова и Эндрю. Талант – второе дыхание, при активации которого корабль получает бонус целых 34% к перезарядке ГК, то есть сразу на треть. Также корабль восстанавливает до 48% базовой боеспособности за 120 секунд, то есть почти половину корабля. А еще талант сокращает время перезарядки торпед и самолетов на 16%. Представьте себе Ямато, стреляющий на треть чаще и восстанавливающий до половины своей боеспособности. Но есть нюансик. Для активации этого таланта необходимо взять Кракена, то есть уничтожить 5 кораблей, что само по себе бывает нечасто, но даже если и происходит, то ближе к концу боя, когда уже обычно либо нет времени пострелять, либо же просто непоком стрелять, так как враги на фланге уничтожены, а жалкие остатки недобитков в страхе разбегаются. Поэтому при потрясающей мощности этого таланта, его реальная средняя эффективность довольно низкая. Также следует отметить уменьшенную полезность Ямамото для эсминцев и практически бесполезность для авианосцев, которые в этом плане особенно обделены. Талант «Скрытые резервы» не дает дополнительное снаряжение самолетам, а сокращение времени их перезарядки на 16% после взятия Кракена обычно уже ничего не решает, так как бой на исходе и этот бонус вообще не успевает реализоваться. Просто может быть в каком-то редком случае при какой-то одной атаке ты успеешь поднять на один самолет больше. На моих скриншотах видно, что Ямамото у меня как раз на авианосце, так как я недавно играл на Хакурю и, как я говорил выше, всегда играю только с уникальными командирами, пересаживая их с корабля на корабль, так как даже самый незначительный бонус иногда может сыграть какую-то полезную роль. В этом плане я максималист. У Ямамото также есть уникальные усиленные навыки. Улучшенная профилактика будет полезна всем кораблям, кроме авиков, а усиленный мастер-наводчик просто незаменим для японских линкоров и многих крейсеров, так как скорость вращения башен у японцев обычно невысокая. Все это в совокупности делает Ямамото таким полезным. А еще приятно, что этого командира можно получить бесплатно, просто пройдя одноименную кампанию Ямамото и Сороку. Проходя эту кампанию, игрок получит еще довольно много приятных и полезных призов, так что всем новичкам рекомендую не тянуть ее прохождений. А когда вы получите Ямамото, и его талант «Скрытые резервы» будет у вас активироваться чаще, чем раз в месяц, вы перестанете быть новичком. Наша лекция снова затянулась, поэтому обсуждение других уникальных командиров мы продолжим в третьей части. Конечно, можно было бы по-быстрому пробежаться по каждому из них, но это неминуемо привело бы к снижению качества информации. Вообще, рассмотрение всех уникальных командиров – штука непростая. Материал сложный, информации много. По каждому командиру я мог бы сказать гораздо больше, в разрезе каждого корабля. Поэтому приходится сильно сокращать, выбирая самое главное. Но все равно лекции выходят объемные, а работы с ними очень много. Надеюсь, вы это оцените и поддержите канал, особенно сейчас, во времена его радикального технического переоснащения. И, конечно же, выражаю огромную благодарность всем поддержавшим. Чтобы не пропустить следующую часть лекции, не забудьте подписаться на канал и прожать колокольчик. Также этим вы дадите мне сигнал, что подобный материал вам интересен и нужно продолжать. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедан. Субтитры создавал DimaTorzok